Друзья, всем привет! Вторая часть марлезонского балета. Щеточная шлепмашина Crown, о ней речь идет. В прошлом видео я показал, как выбирал, в общем-то, и еще обновился о антивибрационных перчатках. Вот приблизительно, что это из себя представляет. Перчатки с наполнением, ну или гелевым, или в данном случае, по-моему, это EVO-материал, или как он там правильно называется. Ну вот такое дело. В общем-то, в долгую, да, наверное, стоит работать в таких перчатках. Все-таки рекомендация остается в силе, да, потому что мы и болгарками работаем. Вот там это вообще must have. И в этой связи я как раз-таки хотел сравнить эти два инструмента, созданные из одной производной, да, из одного, грубо говоря, корпуса с мотором, редуктором, но чуть-чуть оформлены по-разной. Ну и, как видите, да, даже корпуса, по сути, идентичны. То есть все эти вещи по своему принципу и строению имеют одно и то же. Единственное, что здесь, допустим, запрессован подшипник, да, один, а здесь вот говорят, что их все-таки побольше. Вот этот элемент — это не только крепление кожуха, но и в том числе как бы вот дополнительный подшипник здесь организован, потому что все-таки мы имеем здесь большое плечо, большое вот это удлинение, и надо так, чтобы не разбивался вот этот узел редуктора. Ну, скорее всего, наверное, как-то так это все обстоит. Это, кстати, вот машинки одной мощности, и ту, и другую. Ну, здесь как бы писано, что это 1,4, и это 1,3. Ну, и ту, и другую, вот я говорю, здесь опять же плоский такой прилив, то есть это классический вариант корпуса, который можно брать и работать даже одной рукой. Машинку вы уже увидели, она, конечно же, уже початая, так скажем, да, то есть я начал работать, я не могу просто прийти, взять, снять видео и сказать, ой, какая она классная. То есть перед вот этим видео на самом деле было другое, которое я вроде как отснял по горячим следам, пошел там все сделал. Ну, в итоге я те детали выкинул, они мне не подошли. Вот, ну, как есть у меня еще железяки, но перед этим я все-таки вот хочу сказать уже с точки зрения небольшого приобретенного опыта, для чего эта машинка, можно ли ей перекрыть все остальные задачи. Отвечая на вопрос, можно ли, нет, ребята, у каждой из машин есть свои задачи. То есть есть у этой свои задачи, да, не только функция отрезания, но и, в общем-то, что в кое-каке ее название углошлифовальная машина. То есть ей есть вещи шлифовать, которые гораздо удобнее, в том числе и на некоторых плоскостях. Ну, допустим, если мы говорим о вот таких вот широких плоскостях, то щеточная машина по большому счету вот такая вот в данном конкретном случае будет играть роль, так сказать, все равно подготовительную, не финишную. Почему? Потому что даже вот такими 400-ми и прочими оснастками по гридности эта штука в силу своих вот совершаемых ею движений и большей площади, чем ее ширина, она все равно будет выдавать какие-то зерна на поверхности и, грубо говоря, какие-то царапинки. То есть вы не сможете сделать даже конечными там вот этими гридностями, не сможете сделать вот какой-то большой плоскостной такой участок, ровный, отшлифованный. Вот насколько я поработал и понял, сделать это не представляется возможным. Тогда для чего же она все-таки? Ну, смотрите, мы говорим, что эта вещь работает не только в связке слесарная мастерская инструмент, но и столярная мастерская инструмент, потому что одно из названий этой машины брашировальное. Браширование — это создание эффекта старения на дереве. И если прибегать к размерам этой штуковины, это либо профиль прямоугольный квадратный, либо брус, либо какой-то поганаш для зачистки вот разными гридностями, то есть для достижения какого-то эффекта на вот этих вот поверхностях. Вот для чего именно служит эта машинка. Что на металле, что на дереве, на других поверхностях имеют справа на существование разные виды шлифовальных машин. Как то углошлифовальная машина, это в слесарне, да, как правило. Ну и многие там какие-то насадки на них ставят, том числе и с деревом работают. Но это отдельная художественная тема такая. Это, значит, орбиталка. Вот чем можно действительно хорошо выводить плоскости, когда нам нужно что-то отшлифовать, отполировать. И в том числе это вот такие щеточные машины, имеющие как раз по отношению вот к таким похожим поверхностям, да, включая металлы, высокую степень производительности за, грубо говоря, один проход. Вот чем хороши эти шлифмашины. А это не панацея. Как бы нельзя купить только эту вещь и перекрыть ей все свои задачи. Конечно, нет. В этой связи я нисколько не расстроен, да, поняв это, придя к этому. И опять же в этой связи вы видите эту шлифмашинку без кожуха. Почему? Потому что в связке с деревом он необходим. Там нужно подключать систему стружка, ну вернее, пылеудаления. И этот кожух, это просто шикарная вещь, да, поскольку мы имеем его в его составе два вот этих вот ролика регулируемых. Имеем пылеотвод. Вот эта шикарная вещь именно там. Вот там с деревом работа будет потрясающая. В связке с железяками больше неудобств. Вот в чем дело. Поэтому снял и по железякам пробую таким образом. Ну чего, давайте, наверное, поговорил, попытался объяснить, вот как бы где она стоит, в какой иерархии, как чего. Ну, ребята, тут еще дубок сумасшедший, я не топил. В общем, пока я тут окончательно не окалил, я предлагаю все-таки вот немножко попробовать ее, так сказать, на камеру, чтобы вы поняли хотя бы приблизительно, как чего. Мне нужно вот подготовить некоторые мои детальки к моему будущему станочку. Поэтому нужно подготовить их не вот как бы финиш, а именно под покраску. Мне, по идее, было бы достаточно вот этого валика, который я показывал, лепестковый, ну комбинированный такой с лепестками и нетканным материалом. Восьмидесятка, в общем-то, этого было бы достаточно. Но для пущей, так сказать, наглядности я покажу в том числе и финиш. В общем, сейчас мы проделаем операцию смены оснастки. Вы посмотрите, как это все легко и просто. И чуть-чуть пожужжим. В свою очередь я буду одевать свои и пользоваться свои любимые перчаточки. Такие обливные. Я, в общем-то, научился в них даже сварку делать. Ну, не только я, а многие. Так, этого товарища моего дорогого мы убираем. Все происходит точно так же, как у болгарки. У нас есть кнопка блокировки шпинделя. Мы ее поджимаем, прокручиваем, фиксируется и откручиваем против часовой. Все. Вот такая вот гаечка или винтик. Не знаю, как правильно. И вот тут главное не профукать. Вот эти вот штучки. Шпонки. Ребята из G-Tool сокрушались над тем, что непонятно. Они тоже делают всякие такие насадочки. И непонятно, почему эти вещи не сделать уже как бы вклеенными туда. Я тоже не знаю ответа на этот вопрос. Хорошо ли так или плохо ли так. Но, по большому счету, особой проблемы нету. Просто надо их не профукать. То есть смену оснастки надо на каком-то ровном месте осуществлять, где эта вещь не улетит. Так. Ну, это вот, как бы, конечный мой четырехсотый. Пока мы его убираем. Опять же, немножечко хочу, ну, интересности рассказать. Вот по поводу самой оснастки кран, я не знаю. Вот, допустим, вот, пожалуйста, филисати. Попробуй, догадайся, в какую сторону оно должно крутиться. Ну, в общем, как-то неудобно. Здесь есть уже стрелочки. То есть обозначено, в какую сторону направление движения. Поставил. Все. Замечательно. На самой машинке у нас вот есть тоже стрелочка. Показывается, куда она крутится. То есть крутится она в эту сторону. Вот эта шайба должна быть именно здесь установлена, не снаружи. Вот так вот выглядит, как бы, этот узел. Этот элемент, да, отличный, вот той же болгарки. Ну, что ж. Так, если у нас это крутится сюда, значит нам нужно понять... То есть это дело вот таким образом надо установить. Просто насаживаем эту фигулю и дальше в пазы, совмещаем пазы и вставляем эти шпонки друг напротив друга. Все. В общем-то, никакой тут сверхпроблемы и сверхзадачи нету. Все быстро, просто фиксируем кнопку блокировки. Дури, как я всегда люблю повторять, не нужно. Все, машинка готова. Я намерен пройтись по железякам, намерен пройтись по деревяшкам, а вы уже дальше сами смотрите. На данной железяке, как вы видите, есть пометка. Это был отход такой деловой, из которого вот потом была выполнена эта деталь. Ну и, собственно, вот как раз это дело нам и нужно снять. Детали, конечно, поскольку эта штука пытается все подмести под себя, детали лучше всего фиксировать, закреплять. У нас все экспромтом, все, так сказать, в ускоренном варианте. Ну, так как она заводится, ребята, это все-таки здорово. Вот такой плавный пуск и должен существовать у всех таких изделий. Пускай идет. Упал. Успありがとうございました. Упал. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Ну, только единственное, что, конечно, это нужно сделать с двух сторон. То есть, в этом смысле, да, тогда достаточно быстро получается. Ну, там металка практически готова. Ну, и опять же, вы видели, да, когда попадает на какие-то острые моментики, она подкусывает там, то есть, подбрасывает, в том числе вот эти мелкие абразивные зернышки. Именно поэтому не получится, ну, видите, да, то есть, как она полосует, и когда я отхожу куда-то в стороны, видно, как она это все сводит. Поэтому, конечно, тут без орбиталки, если вы хотите вот такие металлы, грубо говоря, делать, без орбиталки не обойтись. Но первичные моменты или профиля, это, конечно, самый лучший вариант. Ну, вот насчет профилей. Это я добью не под камеру спокойно, а нам сегодня попробовать. Вот так вот, сейчас закреплю. Ох! Ну, более-менее, для демонстрации вполне достаточно. И как раз вот, вот для чего эта вещь нужна. Я надеюсь, что это наглядно, достаточно наглядно, чтобы было понимание, вот что хорошо делать этой машиной. То есть, разок пройтись было уже достаточно. Второй, это я так, грубо говоря, потому что понравилось. Есть у меня такая деревяшка, на которой я что-то там красил, подкрашивал. Сейчас мы ее тоже подзакрепим чуть-чуть. Но, как бы, вот без кожуха, на мой взгляд, будет нагляднее это дело. А я уж тут чуть-чуть потерплю. Погнали! 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 тут конечно уже поверхность ну прям такая можно сказать что ну реально шлифованная не знаю как еще показать пластница она конечно переливаться не будет но здорово ну еще можно как раз вот я показывал правда это не совсем не вагонка а наличник но по размеру она вполне себе как раз вот подходит для наших проб так ну давайте ее попробуем предыдущая деревяшка у нас было хвоя сосна а это лиственница теперь в обратной последовательности нужно показать как это будет выглядеть до шлифовкой вот такой вот финишской гридность по 400 меняем оснастку перед сменой оснастки обязательно обесточиваем выключили из розетки дальше все то же самое блокируем откручиваем вот они наши шпоночки опять же смотрим куда крутится смотрим стрелочка то есть по большому счету тут не перепутать надели совместили одна шпонка вторая шпонка не очень удобно мне потому что я тут через деревяшки всякие пытаюсь чтобы это на камеру попало поэтому извините если что вот собственно и все одета новая расходочка ну давайте жужжнем теперь молодец включу включил перед смотрите не обращайте внимание что здесь вот эти вот штучки потому что все таки я ей работал по железе как во первых теперь же поверхность начинает так приятно вас не ца она прям уже идеально и приятно идеально и не знаю в принципе вот эффект тот же эффект браширования он по сути уже достигнут потому что эта вещица уже какие-то волокна вот более мягкие как-то так под дело и я не знаю как это показать на камеру никак но тем не менее вот и опять же посмотрите вот не обработанная поверхность вот это вот вот это обработанная вот такая разница так теперь по брусочку пройдемся ребят действительно я для себя открываю какие-то новые такие мысли и новые идеи разные я уже представляю как это все будет в дубе выглядеть смотрите вот как раз и задел немножечко шлифанул сучочек так это интересно да поверхность очень такая прям приятную здорово но не передать это все видите камерами я не знаю как это делать а по факту вот опять же много времени прошло и вот две поверхности вот вам разница и давайте по железя там теперь добьем эту тему вот так вот вот так вот так вот так вот вот так вот так вот и мы с вами будем не знаю как вы видите разницу тяжело мне тут со светом играть все такое вот тут я еще поставил место возможно вы видите этот переход то есть вот она первично то есть вот необработанная вариация вот она первичная с зазубринками а вот это зашлифованная поверхность вот это все по сути не только от нее какие-то моменты но и каверны то есть всякие каверночки ну как-то опять же нужно наверное что-то другого начинать для того чтобы четко вышлифовать прям ровную поверхность а мы ну вы видите да то есть мы взяли обычный профиль вот как оно было дело то есть если этот металл не шлифовать сначала низкими гридностями то конечно ну вот такой будет эффект тем не менее ну понимаете если мы говорим о изделии под покраску то вот этой второй стадии не нужно совсем если под какой-то лачине ну к этому нужно отнестись посерьезнее но хотя бы будет понимание у вас как это все должно выглядеть как оно было как оно стало последние движения специально проделал чтобы показать вам почему эта штука по таким плоскостям в принципе работать на финишку не должна ну как бы вот вы видите то что было показать то опять же здесь вот более грубая такая да это сливковочка и здесь уже на финише ну все-таки почище опять же нужно наверное больше гридностей применять а когда начинаешь двигать вот вы видите то есть будут обязательно всякие вот такие вот вот такие вот переходы то есть никуда от этого не деться она будет гулять волной поэтому ну тут ребята конечно и опыта нужно гораздо больше и я бы предпочел допустим такие большие поверхности обрабатывать все-таки орбиталкой для меня было бы это гораздо лучше ну а так дальше смотрите ох задубел в общем принципе ребята все что хотел показать рассказать про эту штуковину вот с каждой минутой понимая для чего она мне нужна я доволен все больше и больше и больше вот деревяшку я пробовал сейчас с вами первый раз сразу куча всяких там интересные их идеи я думаю у вас тоже родилось если вы в принципе работать там по дереве ну опять же вы видели что подобными вещами снимают старые краски с домов почему нет это эффективно будет единственно что нужно другую оснастку использовать еще более агрессивную то есть ту же латунную щетку и тут опять же мы вспоминаем про вес вот той машинки которую один из блогеров показывал и рекламировал вот этого предыдущего моей покупки этой неудачной да или тека которая оказалась с плавным пуском только на коровке вот как бы эту машину с латунной щеткой с таким весом или вот с таким весом который значительно меньше и вот видите без кожуха так вообще одной рукой то есть делал то такое я бы конечно предпочел такую в общем доволен я доволен я понимаю что работать она будет не чему там особо ломаться убить вещь конечно можно но нужно постараться все на этом всем добра здоровья мира пока да так Продолжение следует...